МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кавыкта. Источник газа силы Сибири. В рамках этого объекта реализуется 2,4 километра силы Сибири, затем 800 километров отсюда до Ченгинского месторождения. Морозная зима, жаркое лето, огромные перепады высот и сложнейший рельеф. На Кавыктинском месторождении геология представлена как слоеный пирог. Современные технологии и оборудование для эффективного освоения и эксплуатации. Данные буровые установки, сравненные с предыдущими аналогами, отличаются тем, что она намного комфортнее, удобнее. Находится более новое оборудование. И объемы ресурсов, которых хватит на века. 2,7 триллиона кубических метров газа и порядка 90 миллионов тонн газового конденсата. При плановой добыче этих объемов хватит более чем на 100 лет. В рамках реализации проекта «Сила Сибири» необходимый объем поставок газа по магистрали, а это 38 миллиардов кубометров в год, будет обеспечен с двух месторождений. Чаиндинского, республика Саха, Якутия, и Кавыктинского, Иркутская область. Первым была запущена Чаинда. 2 декабря 2019 года начались первые поставки голубого топлива. Следующая на очереди – Кавыкта. Но начнем с истории. Первые упоминания о Кавыктинском месторождении уходят в середину 70-х. В непроходимой Сибирской тайге группа геологов во время сейсмической разведки находит множество газовых пластов на глубине около 4 километров. Еще почти 11 лет на подтверждение промышленной газоносности. И только 1987 год официального открытия. По размерам разведанных и извлекаемых запасов Кавыктинское месторождение относится к категории уникальных. В недрах этой земли находится 2,7 триллиона кубических метров газа и порядка 90 миллионов тонн газового конденсата. При плановой добыче этих объемов хватит более чем на 100 лет. Природный газ Кавыкты содержит многие ценные элементы, в том числе гелий, который применяется в медицине, приборостроении и даже космической отрасли. Но об этом чуть позже. Полномасштабная и подробная геологоразведка здесь началась лишь в 2012-м. За все это время была спроектирована и построена вся инфраструктура, включая подъездные пути, мосты, переправы и, конечно же, производственные мощности, которые необходимы для дальнейшей разведки и освоения месторождения. Однако процесс действительно кропотливый, приходится сталкиваться с рядом вызовов. В первую очередь это резкий континентальный климат. Мы с вами находимся в конце апреля, здесь еще лежит снег. Ночью отрицательные температуры устойчивые. Вторая особенность это высота. Мы находимся на высоте порядка 1300-1400 метров. Ну и третья это, естественно, грунты. Кавыктинское месторождение расположено в 450 километрах к северо-востоку от Иркутска. Рядом Байкал. Рельеф района резко пересеченный. Перепады высот составляют более 1200 метров. А глубина залегания продуктивных пластов на Кавыкте порядка 3 километров. Средняя глубина скважины на Кавыктинском месторождении составляет по стволу 4,5 тысячи метров. Из них тот самый горизонтальный участок, который позволяет добывать газ, составляет протяженность от 800 до 1000 метров. Сам процесс бурения газовых скважин мало чем отличается от бурения, скажем, нефтяных. Классическая схема выглядит следующим образом. Почву погружают до лото и подают промывочную жидкость под большим давлением. Пробуренный интервал крепится обсадной колонной, а порода выходит под давлением на поверхность. Но на Кавыкте эта схема не работает. И первая причина – это большие перепады высот. Одни буровые установки стоят на высоких точках рельефа, другие группы буровых установок стоят на низких точках рельефа. Соответственно, чем выше буровая установка находится по рельефу, тем больше склонен разрез к поглощениям, что осложняет пробудку скважин. Далее мы углубляемся на отметку порядка трех тысяч метров, проходя слабопроницаемые породы – ангелиты, доломиты и ангидриты, возраст которых несколько миллионов лет. А затем бурим по горизонту – порядка полутора тысяч метров. Но здесь нас подстерегает еще одна особенность разработки и эксплуатации Кавыктинского месторождения – это рапоносные горизонты. Так называют соленасыщенный пласт под высоким давлением. Если долото его пробьет, то давление пласта просто вытолкнет соленую породу с газовой смесью на поверхность. На Кавыктинском месторождении геология представлена как слоеный пирог. С целью предупреждения выбросов при бурении в рапоносных горизонтах применяется технология бурения с регулируемым давлением. Для этого на противовыбросовом оборудовании крепится устьевой герметизатор, и дальнейшее бурение скважины проводится с загерметизированным устьем. Это можно сравнить с принципом работы автомобильного сальника, который позволяет валу крутиться в редукторе под давлением. Впрочем, сходство с автомобильной техникой здесь не только под землей, но и на поверхности в кабине оператора буровой установки. Внутри минимум рычагов, а все аналоговые датчики заменены на современные жидкокристаллические планшеты. Данные буровые установки по сравнению с предыдущими аналогами отличаются тем, что она намного комфортнее, удобнее. Находится более новое оборудование. Сам станок, так называют буровую установку, произведен на Уралмаше. Лебедки, тросы, стальные канаты, подъемные краны, насосы, основания, емкости, радиаторы, коммуникации, а также все виды труппы и металлоконструкций 100% отечественного производства. И вообще, все, что можно было импортозаместить на Кавыкте, здесь заместили. На сегодняшний день на Кавыктинском месторождении применяются технологии российского производства без применения роторных управляемых систем, с применением винтовых забойных двигателей и российской линейки гаммы ДОЛОТ. На каждой буровой есть два комплекта. бурильного инструмента, трубы большего диаметра 127 мм предназначены для прохождения вертикального ствола и трубы меньшего диаметра 89 мм для прохождения, соответственно, горизонтального участка. Сегодня на Кавыкте одновременно работают 18 буровых установок. На месторождении находится 45 вот таких скважин. До конца года их появится еще 45, а всего в будущем общий фонд скважин планируется довести до 560 единиц. Добыча углеводородов — это сложный технологический процесс, который так или иначе отражается на экологии. Вопрос ее сохранения особенно актуален из-за близости самого большого озера с пресной водой на планете. Поскольку часть производственных объектов находится на Байкальской природной территории, это накладывает особые обязательства, которые требуют максимально бережного использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды. Эти же требования предъявляются и ко всем подрядным организациям, которые работают на месторождении. После того, как скважина пробурена, в окружающую среду не выбрасывается никаких сбросов в виде выбуренных шламов. Весь цикл обращения с отходами бурения замкнутый. У нас для этого построена специальная база «Прайм», где производится обезвреживание, и на выходе мы имеем отходы класса опасности, позволяющие применять полученный продукт в отсыпку кустовых площадок. Благодаря применению ряда других решений, компании удалось существенно увеличить дебет, а проще говоря, отдачу месторождения. На начальном этапе заказчик планировал получать из газовых скважин Ковыгтинского месторождения в районе 600 тысяч кубов в сутки газа. На сегодняшний день при заканчивании скважин применяется специально разработанный раствор поли-РДИ, который позволил нам обеспечить добычу в районе 900 тысяч кубов в сутки газа. Но поднятый из глубины сибирских руд газ – это на самом деле газовая смесь. В нее входят метан, этан, пентан, гексан, пропан, бутан и гелий. Эту смесь нужно очистить и разделить. Гелия на Ковыгтинском месторождении особенно много – целых 0,28%. Экономическая целесообразность добычи начинается с 0,005%. А потому для выделения гелия на УПГ-102 поставили специальную мембранную установку. Гелий и газ очень летучий, легче воздуха. Это его свойство и использует мембранная установка. Она работает по принципу сита. Смесь газов поступает отсюда, и мембрана пропускает более легкий гелий, который уходит по трубе вверх, а более тяжелый метан отправляется вниз. Здесь первоначальная очистка, затем будет отделяться конденсат, потом он будет стабилизироваться, водометанольный раствор будет отделяться, и стабильный конденсат будет подаваться. Более 180 километров конденсата провода. Добываемый уже сегодня газ используется для энергоснабжения газового промысла и эксплуатационного бурения. А пропан-бутан и газовый конденсат поставляются для нужд районных центров Жигаловского и Качугского районов. Кроме того, скоро здесь появятся и более качественные внутрипромысловые дороги, вахтовые поселки, линии электропередач, электростанции, полигоны твердых бытовых отходов. А еще в поселке Акунайский, Казачинско-Ленского района, в котором сейчас проживают около тысячи человек, построят терминал отгрузки конденсата и другие объекты газовой инфраструктуры, что откроет перед населенным пунктом новые возможности для развития. Затем там будет терминал отгрузки построен, тоже в рамках этого же этапа обустройства месторождения, куда будет подходить зарезная инфраструктура. И это тоже кондиционный товар, стабильный конденсат. Он будет подаваться в вагоны и транспортироваться. Но центр технологического притяжения всей Кавыкты – это УКПГ. КПГ – установка комплексной подготовки газа. Установка производительностью 7,3 миллиарда кубов в год, и она постепенно, в 2023 году, должна выйти на полную мощность. В 2022 году предусмотрено, мы должны закончить строительство, установки комплексной подготовки газа, конденсата провод, и должны отгружать газ в магистральный газопровод силы Сибири и конденсат в ЖД-инфраструктуру. Но уже сегодня Кавыкты – это 17 тысяч тонн металлоконструкции, 12 тысяч кубометров монолитного железобетона и 5 тысяч свай глубиной до 12 метров. Всего при освоении Кавыкты будет построено несколько установок комплексной подготовки газа и конденсата, административные здания, вахтовый поселок, парк метанола, стабильного конденсата и конденсатопровод. А работать одновременно на вахте будут до 2 тысяч человек. Непосредственно сила Сибири будет начинаться на этой площадке. В рамках этого объекта реализуется 2,4 километра сила Сибири и затем 800 километров отсюда до Ченгинского месторождения. Общая протяженность шлейфов газовых – это 320 километров. С развитием Иркутского центра газодобычи в регионе появляются и будут продолжать появляться новые высококвалифицированные рабочие места. Транспортная, образовательная и социальная инфраструктура. Уже ведется строительство 14 мостовых переходов и реконструкция дорожной сети. В рамках образовательных программ компания привлекает новые кадры из числа выпускников местных школ и вузов. Сила Сибири без преувеличения открывает новую эру в энергетической истории России. А Кавыгтинское газоконденсатное месторождение – ее ключевой элемент, с которого она берет свое начало. Именно отсюда, с Кавыгтинского газоконденсатного месторождения, подготовленный очищенный газ пойдет по этой магистрали сначала на Чендинское месторождение, а затем и на Амурский ГПЗ, и в Китай. Таким образом, уже к концу следующего года сила Сибири будет полностью достроена, а в 2025 году выйдет на проектную мощность.